Для самого волшебного праздника в году младший состав народного театрального коллектива «Твит» подготовил спектакль по мотивам сказки «Заюшкина избушка». Возраст юных артистов от пяти до восьми лет. Малыши постигают актерское мастерство всего несколько месяцев под руководством своего наставника, педагога Ксении Князевой. Они попробовали, я попробовала, у меня никогда таких детей маленьких не было. У всех первый опыт, так сказать. Судить зрителю, я надеюсь, всем понравилось. Репетиции в театральной студии проходят каждую неделю. На занятиях ребята раскрываются эмоционально, развивают свои творческие способности, речь и ораторское мастерство. На большую премьеру были приглашены многочисленные родственники и друзья. Екатерина Чубченко, мама юного артиста Даниэля, рассказывает, перепробовали много разных кружков, но только театр по-настоящему привлёк её сына. У меня родился такой артистичный парень, мы пробовали разные секции и решили попробоваться в театральном. Ему очень понравилось, прям его очень довольный, нашёл себя в этом. Артисты с нескрываемым волнением ждали своего выхода на сцену и перед началом ещё раз повторяли тексты и разыгрывали сцены своих ролей. Как выскочил, как выбор, мы пойдут кулачки по закаулочкам. Выскочил! И сюда в крестуку идёт! А ты за ней, за ней! И за ней испугалась, не убежала. Молодец, спряталась. Подходи к зайчику сбоку, обнимай её. Иди сюда. Волшебные декорации перенесли зрителей в сказочный лес. Первыми на сцену вышли четыре рассказчика. Потом главные герои истории. Хитрая лисица, оставшаяся без роскошного ледяного жилища, которая обманным путём проникла к своему соседу, доброму и наивному зайчику, и выгнала из глубины избушки. Но мир не без добрых героев. На помощь зайки поспешили волк, собака, медведь и красавец-петух, который победил хитрую плутовку. Нарядные костюмы и настоящий сценический грим позволил юным актёрам полностью перевоплотиться в своих сказочных персонажей. По характеру он добрый, ласковый, который всем помогает. Я играю собаку. Характер у неё нормальный такой. Гаф-тяф-тяф. Мне нравится тем, что я выгоняю зайчика, ну и выгоняю всех остальных, кроме петуха. Мне это очень нравится. Я играю роль волка в этой сказке. Ну это страшный волк. Страшный. Ему не удалось выгнать лису. За прекрасное исполнение всеми известной и любимой сказки гости щедро наградили малышей аплодисментами. Ребята признаются, что на достигнутом останавливаться не собираются и уже мечтают о новых ролях. Кого бы хотела еще сыграть? Я бы хотела еще сыграть собачку. Смотря какая следующая сказка. Если она будет колобком, то я бы хотела стать лисой, которая съела колобка. Настоящим сюрпризом на празднике стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые пришли, конечно же, с подарками. Ребята рассказывали дорогим гостям стихи и пели песни. Веселье продолжилось зажигательными танцами. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.